конец августа самая горячая пора огородников но и цветоводы тоже дорогие мои друзья не дремлют потому что у нас есть тоже свои обязательства всем самого доброго дня с вами сегодня я галина и моя цветочная палитра сегодня хочу начать ролик с обзора вот такого вот прекрасного сорта как фляшен томат я просто обожаю вот эти вот гирлянды это рядом у нас примастился тоже замечательный очень урожайный сло сорт сливка бендрика желтая семена у нас всегда есть в продаже поэтому не забывайте каталог сейчас готов только в одноклассниках но возможно что будет немножко времени и я его сделаю также в vk и наверное размещу в instagram ну а сейчас о самой главной нашей теме это конечно же многолетние цветы а вернее те цветы которые можно вырастить из семян хотя скажу вам наверное каждый цветок можно вырастить из семян главное знать его агротехнику а речь сегодня пойдет у нас о ирисах давайте посмотрим сразу я вам покажу сеянцы этого года вот так они выглядят рост у них практически у всех одинаковы вы видите да вот такие вот вот моя ладошка вот мне сеянцы что хочу сказать то место где вы сеете свои ирисы трогать не нужно возможно что через год у вас будут еще всходить там семяшки но что еще хотел вам показать даже в один год сеянцы могут быть неравномерные вот давайте посмотрим с этой стороны сейчас я вам покажу вот он смотрите вот он какой уже и вот он малышок совсем зашел видите вот что-то ему не понравилось взойти сразу вместе со всеми и он немножко подумал и взошел намного позже теперь о зимовке зимуют эти сеянцы прекрасно без укрытия самое главное чтобы не было застоя воды чтобы не было никакой копили с крыш рядом сеянцы мы должны сажать в хорошо освещенное это очень важно сразу хорошо освещенное место потому что ирисы любят солнечные места обязательно должно быть сухое место там где нет застоя воды где нет талых вод которые бы стекали туда или еще что-то то есть это не должна быть низинка это тоже очень важный момент ну а теперь давайте посмотрим саму посадку и так приглашаю выглядят сами семена они хорошо просушены вот такие вот очень крупные сеть их очень очень легко сейчас я вам покажу как это делается а тем кто делал заказы на семена и рисом хочу сказать что на этой неделе мы все все заказы отправим в этом году немножко позже созрели семяшки поэтому отправка у нас практически в конце августа получилась а в том году по моему 10 15 я уже отправила все заказы также поедут семена собранных сон травы да и поедут по моему аурикулы и морозники да да в этом заказе будут вот такие вот позиции значит это прием заказов я напомню что мы начинаем с июня на семена и рисов поэтому кто желает конечно в августе их уже купить у нас невозможно все расписано по заказам все уже отправляется но с 1 июня 2001 года я надеюсь что семена опять начну опылять и они будут в продаже а теперь давайте пойдем и посеем и посмотрим как это легко место я подобрала оккультурила здесь у меня уже вы видите что есть посадка но об этой посадке если будет интересно я расскажу это посадка многолетних не то что многолетних это посадка деревьев деревья фруктовых косточками ну а мы с вами сегодня сажаем ирисы и так я приготовила лунку заделка семян и рисов должна происходить не более чем на сантиметр это важно утопите он может вообще не зайти а может зайти очень очень поздно и так распределяем наши семяшки по поверхности нашей луночки вот так слегка притрамбовываем и засыпаем как я уже сказала не более одного сантиметра 0507 в общем-то это не сильно важно в смысле до сантиметра не сильно важно сколько вы его засыпите даже бывает так что семечко осталось наверху и прекрасно прекрасно всходит главное не утопите все теперь нам останется тоже вот так вот хорошо уплотнить землю чтобы наши семяшки никуда не вылезли и потом их то дождями то еще чем-то не смыло и конечно же пролить это место далее проливать это место можно и не не обязательно дальше проливать даже если у вас очень там сухая погода все у нас уже конец августа то есть дожди по-любому будут и даже если земля там чуть-чуть просыхать будет опять влажная становиться это не повлияет на всхожесть наших семян теперь о всхожести семена ирисов имеют прекрасную всхожесть но нужно знать чтобы была всхожесть хорошей нужно соблюсти агротехнику никаких посадок дома никаких абсолютно никаких площадь никаких досветок и всего остального им нужно холод холодный старт есть такие растения которые нуждаются в этом холодном старте вот допустим флоксы флоксы нуждаются в холодном старте морозники нуждаются в холодном старте они сходят при плюс пяти плюс 5 плюс 7 начинаются всходы если же вы его разместите дома на каких-то там стеллажах с подсветками температура плюс 20 ни о каких всходах речи быть не может дорогие друзья с вами не прощаюсь до новых встреч очень много интересного очень много урожайного хочу вам показать но это будет следующих роликах галина и цветочная палитра была с вами до новых встреч